В 1896 году метко названный Джеймс Петрушка явно привёл к победе успешный вегетарианский велосипедный клуб, а их конкурентам, очевидно, пришлось признать своё поражение с мясом. Очевидно, некоторые бельгийцы испытали это в 1904 году, когда те, кто ест больше растений, предположительно поднимали вес примерно на 80% больше, но я не смог найти первоисточник на английском. Это я мог найти через знаменитую серию экспериментов в Ельском университете, опубликованную более века назад, о влиянии мясоедства на их выносливость. Сравнили 49 человек, были обычные спортсмены, в основном студенты Ельского университета, вегетарианские спортсмены и просто малоподвижные вегетарианцы. Эксперимент стал серьёзным испытанием для тех, кто воздерживался от мяса. К удивлению исследователей, результаты, казалось, оправдывают вегетарианцев, предполагая, что отказ от употребления мяса приводит к гораздо большей выносливости по сравнению с теми, кто привык к обычной американской диете. Первым тестом на выносливость было, сколько минут подряд вы могли бы протягивать руки горизонтально. Мясоеды против воздержавшихся от мяса. Обычные спортсмены Ельского университета могли держать руки в среднем около 10 минут. Это сложнее, чем кажется. Попробуй. Окей. Но те, кто ест вегетарианскую пищу, смогли сделать это в 5 раз лучше. Максимум мясоеда был вдвое меньше среднего вегетарианского. Только два едока мяса продержались 15 минут, в то время как больше, чем две трети избегавших мяса сделали это. Никто из обычных людей, соблюдавших диету, не продержался и полчаса, в то время как почти половина тех, кто питался здоровой пищей, смогли. В том числе девять, которые превысили час, четыре – более двух часов, а один парень – более трёх часов. Сколько приседаний вы можете сделать? Один спортсмен смог сделать более тысячи. В среднем – 383. Но они сняли сливки даже при помощи сидячих едоков растений. Это шок. Даже сидячие люди, воздерживающиеся от мяса, превзошли поедающих мясо. Сидячие воздержатели были в большинстве случаев врачами, которые сидели на заднице целый день. «Я хочу доктора, который сможет сделать тысячу приседаний». А потом, с точки зрения выздоровления, все эти приседания оставили всех с болью, но особенно тех, кто ест мясо. Среди двух вегетарианцев, которые сделали около двух тысяч приседаний, один пошёл прямо на беговую дорожку, а другой приступил к своим обязанностям по уходу. С другой стороны, среди мясоедов один парень сделал 254 приседания. Упал и не смог подняться, его пришлось увезти, и он был выведен из строя на несколько дней. Другой ослабел в течение нескольких недель после обморока. Без сомнения, можно заключить, что скептически настроенный исследователь Ельского университета пришёл к выводу, что группа спортсменов, употребляющих мясо, была намного хуже по выносливости, чем вегетарианцы, даже сидячие. Что может объяснить эту замечательную разницу? Некоторые утверждали, что мясные продукты содержат некие яды от усталости. Но один немецкий исследователь подробно описал свои собственные эксперименты со спортсменами. Предложил более прозаичный ответ в своей книге о том, что похоже на физиологические исследования вегетарианцев, которые ездят за рулём. Я же говорил, что знаю только английский. Он предположил, что очевидное вегетарианское превосходство было обусловлено их огромной решимостью доказать свою точку зрения и распространить свою пропаганду. Поэтому они просто прилагают больше усилий в любом состязании, чем их конкуренты – поедатели мяса. Исследователи Ельского университета были обеспокоены этим, и поэтому были предприняты особые усилия, чтобы максимально стимулировать мясоедов, ссылаясь на их достижения в колледже. Не позволяйте этим паршивым вегетарианцам победить дух Ельского университета. Эти эксперименты были опубликованы в Нью-Йорк Таймс. Спортсмены Ельского университета, поедающие плоть, звучит как фильм о зомби, поверженные в тяжёлых тестах на выносливость. Ельский профессор считает, что он определённо показал неполноценность в тестах на силу и выносливость мясоедов по сравнению с теми, кто не ест мясо. Некоторые из самых успешных спортсменов Ельского университета приняли участие в тестах на силу, и профессор Фишер заявляет, что они были вынуждены признать свою неполноценность. Как эти правдивые результаты могли так долго скрываться? Профессор Фишер предположил, что одной из причин является то, что вегетарианцы являются их злейшим врагом. В своём фанатизме они отталкиваются от предпосылки, что мясоедение является неправильным, часто основанным на священном писании или какой-то догме, и переходит от этого к мясоедению, вредному для здоровья. Это не так, как работает наука, и такие логические скачки отбрасывают их как фанатиков и предотвращают любые подлинные научные исследования. Много наук даже тогда указывало на чёткую тенденцию большого количества еды на растительной основе, и всё же у слова «вегетарианец» даже 110 лет назад был такой плохой проповеднический смысл, что многие не хотели уступать науке в его пользу. Правильный научный подход заключается в том, чтобы изучать вопрос о поедании мяса точно так же, как можно было бы изучить вопрос о чём-либо ещё. Продолжение следует...